Добрый день, уважаемые друзья! Я приветствую всех, кто собрался сегодня в этом зале. Спасибо вам большое, что нашли время и проявили внимание к нашей сегодняшней встрече. Прежде всего, несколько слов о проекте «Открытое общество», который создан и реализуется в Казанском федеральном университете для открытого и честного диалога студенчества, научно-преподавательского состава с известными государственными, общественными деятелями, медиаперсонами. Собственно, сегодня как раз про это наша с вами встреча. Напомню, что проект «Открытое общество» стартовал в июле этого года с авторской лекцией российских пранк-журналистов Алексея Столярова и Владимира Кузнецова, более известных как «Лексус» и «Вован». Студенты многие были на этой встрече, узнали о феномене пранк-журналистики, секретах международных переговоров и услышали очередной свежий пранк с режиссером Дэвидом Линчем. Но сегодня, сегодня в цикле «Открытое общество» авторской лекции я с удовольствием под ваши аплодисменты представляю Алексея Львовича Николова, генерального директора международного телеканала «Раша Тудэй». Аплодисменты. Напомню, что наша встреча проходит под Кураторством управления репутацией и репутационного маркетинга Центра перспективного развития Казанского федерального университета. И сегодня мы будем говорить очень серьезную тему. Она сформулирована так. «Иллюзия выбора мир информации в эпоху сети 2.0». Я думаю, Алексей Львович, вам слово. Все подробности, детали, тренды этой темы вы нам обозначите. А потом, усобравшись в этом зале, будет возможность в ходе сессии вопросов-ответов уточнить, детализировать и еще что-то спросить, пользуясь случаем, что это руководитель одного из крупнейших не только российских, но и мировых медиахолдингов, на понимание и того, о чем говорилось, и того, что, может быть, вас волнует, сегодня происходит, и вы считаете важным сегодня это обозначить нашему гостю в качестве вопроса. Вам слово. Хорошо, спасибо. Есть звук, да? Очень хорошо. Олеги, я не буду заниматься представлением, тем более, что я не сомневаюсь, что все, кому было интересно, уже меня прогуглили со всех сторон. Все хорошее и плохое про меня вы уже знаете. Но если что-то будет интересно, я на любые вопросы отвечу откровенно в конце. Я постарался вот в эту встречу, которая полтора часа примерно длится, я постарался напихать все, что мне казалось важным, и то, что, когда я тоже иногда со студентами, общаюсь, у меня обычно это два курса, где-то примерно по 90 часов. Поэтому я заранее извиняюсь, что там будет много такого дерганого и, может быть, немножко такого не очень системного. Но если вот я сформулировал бы то, что я очень хочу, чтобы одна главная вещь, которая... Я очень хочу, которую, чтобы вы вынесли из сегодняшней встречи. Это одна главная вещь заключается в том, что мы попали в эпоху революции, настоящей революции, какой не было ни у ваших родителей, ни у ваших бабушек, дедушек. Это отчасти мое поколение. Дальше. Это настоящая революция. То, в чем мы живем сегодня, это революция в самом настоящем, натуральном смысле этого слова. И мы с большим трудом это воспринимаем, потому что очень трудно воспринять, как действительно что-то переломное, то, что происходит, то, в чем ты живешь. Это совершенно естественно. Люди жили в 1648 году и не знали, что наступает тот самый Вестфальский мир, который на века определит жизнь Европы, да и вообще всего мира. Для них это была просто сегодняшняя жизнь. Вот так же и нам с вами очень трудно понять, почему то, что происходит сейчас, это правда революция. Я сейчас чуть попозже попробую вам сказать, с чем это можно сравнить. Но просто слово революция, оно немножко девальвировано. У нас вообще очень любят, у нас эпоха всеобщей грамотности, вроде как. И поэтому люди очень любят употреблять слова, не задумываясь об их смысле. Вот, например, слово гений абсолютно девальвировано, употребляется абсолютно в неправильном, неизначальном смысле слова. Гением называют все. Человек, который отдал пас пяткой, после чего забили гол, человек, который случайно сделал домашнее задание и так далее. Вот то же самое произошло со словом революция. То, что с нами происходит, то, в чем мы живем, еще раз, это революция, масштаб которой никто из нас, включая вашего покорного слугу, пока до конца осознать не может. Почему происходит революция? Что случается? Революции случаются, когда ломается то, что всегда было правдой. Вот всегда мы жили в чем-то, поколениями люди знали, что вот это правильно, передавали опыт. Многие годы опыта считались очень ценными. А потом вдруг появляется новая реальность, вот то, что Насим Талеб называет «прилетает черный лебедь». Наверняка многие из вас знают этот образ. Не буду подробно говорить, но для тех, кто не знает, прям очень коротко. На протяжении многих-многих лет считалось, что лебедь не может быть черным. И выражение «черный лебедь» использовалось как синоним оксюмарона, как синоним того, что не может быть, синоним ерунды. А потом вдруг оказалось, что черные лебеди есть. Вот до того момента, когда человечество увидело первого черного лебедя, было ощущение, что это невозможно. Потом прилетел черный лебедь, вот этот вот образ, он применим к тому, что происходит, когда вдруг наступает какая-то новая реальность. Для этого есть очень много примеров, но один из моих любимых – это бизнес, который существовал в свое время в Европе, в Америке. Был очень выгодным, очень надежным. Он передавался от отца к сыну и от деда к внуку. Это было замечательно, веками. Это был бизнес. Как мне это оживить? Как мне это оживить? Первый слайд. Это был бизнес доставки льда. Это был замечательный, надежный, прекрасный, пользующийся огромным спросом бизнес. Лед был нужен человечеству всегда. Летом спрос на лед колоссальный, чтобы было холодно приложить лед к ушибленному месту и так далее. Хорошо, мы живем в таких местах, в таких краях, где за зиму можно этот лед запасти. И начать хранить, например, в каком-то термоизолирующем материале. Обычно в деревнях в русских это были опилки. Закапывали лед в ледник, и он себе лежал. И даже летом можно было раскопать опилки и достать лед, отколоть. А если нет? А тогда возникал вот этот самый огромный, прекрасный бизнес. Лед буксировали из северных широт, а где-то из южных широт, в специальных кораблях. Потом была система распространения. Его развозили, его продавали. Прекрасный, надежный, стопроцентно существующий бизнес. Что с ним могло случиться? Что могло этот бизнес поколебать? Что могло его сделать? Изобретение холодильника. Вот действительно, в 1876 году Карл фон Линде создал первую действующую модель, рабочую модель холодильника. Прилетел Черный Лебедь. В этот момент все, что существовало до этого момента, до этого, в области бизнеса на льде, на льду, перестало иметь значение. Еще люди сопротивлялись. Еще люди говорили, да нет, это ерунда, это какие-то металлические ящики, ерунда какая. У нас семья, три века владеет этими кораблями. У нас поставки, у нас система продажи. Все это перестало иметь значение. Люди, которым не хватило ума понять, что прилетел Черный Лебедь, разорились. Люди, которые вовремя поняли, надо срочно продавать все, что у меня есть в этом бизнесе. Даже если вокруг все говорят, он идиот, у него много поколений это продавали. Все. Пришла новая реальность, которая полностью отменила старые правила игры и создала новые правила игры. Вот такой реальностью стала сеть 2.0. Тот интернет, в котором каждый из вас живет, существует, с которым консультируется, в котором ищет, через который переписывается. Кстати, все ли понимают, что сеть 2.0 это не тот интернет, который был изобретен изначально. Я понимаю, что подавляющее большинство сидящих здесь, это люди, которые выросли с пониманием того, что социальные сети это что-то, что было прописано еще в Ветхом Завете. Это было всегда. Нет. И это даже не то, что появилось с интернетом. Первый интернет, тот, который был создан на основе Арпанета, затем Дарпанета, это была замечательная, огромная, прорывная технология, но это не была сеть 2.0, в которой мы живем сегодня. Кто-нибудь представляет себе, когда появилась сеть 2.0? Какие мысли? 2005 год. Первый раз, когда термин Web 2.0 был упомянут в статье Тима Орейля. Первое упоминание. Это еще нет его. Он только начинает возникать. Кстати, а почему его решили создать? Почему? Существовал старый интернет. Интересно, нормально, можно зайти, можно посмотреть какой-то сайт, можно, уже какие-то поисковики существуют. Сейчас вы их, например, Магеллан какой-нибудь, которого сейчас никто уже не знает. Они уже появились. Почему захотелось создавать сеть 2.0? Чего не хватало? Денег не хватало. Все просто. Интернет. Первый вариант интернета очень плохо монетизировался. Там все было замечательно. Он только монетизироваться не хотел. Деньги из интернета 1.0 очень плохо зарабатывались. Я же вам не случайно, например, со льдом привел. Это должно было быть подсказкой. Вокруг денег все вертится. Примерно до 2007 года единственным, главным, во всяком случае, надежным способом монетизации в интернете были... В общем, это были платные порно-сайты. Никто не решился угадать. Это единственное, что приносило нормальный, надежный источник денег в интернете. Интернет не создавал добавленной стоимости в смысле рекламы. У него не было принципиального, прорывного отличия от рекламы, например, в телевидении. Целевая аудитория? Да. Но она и в телевидении была целевая. Все понимают, кто смотрит мыльные оперы, а кто смотрит футбол. Нужно было создать нечто, что сделало бы интернет принципиально другим рекламным носителем. Что сделало бы интернет, позволило бы ему зарабатывать деньги. И вот тогда началась работа огромного количества людей над созданием нового варианта интернета, новой вот этой сети 2.0, среди свойств которой, наверное, главным новым свойством которого было то, что туда зашита семантическая паутина. То есть там по-новому между собой связаны лексические единицы. Кстати, то, что мы имеем, например, интернет, и так давно имеем интернет на русском языке, именно сеть 2.0, этим мы обязаны никому иному, как академику-залезняку, который всем казалось, что лингвисты это такие-то вот люди, они там что-то, залезняк, ну да, слово о полку Игореве, там какие-то вот новые падежи в русском языке. Потом оказалось, когда возникла необходимость создавать разные языковые версии сети 2.0, выяснилось, что лингвисты это святые люди, началась погоня за нормальными профессиональными лингвистами. Слава Богу, что на русском языке был академик-залезняк, который к этому моменту имел уже свою знаменитую базу данных, не углубляясь. Короче, появилась новая сеть, это пользовательская сеть, это сеть, в которую зашита семантическая паутина, и в этой сети появилась новая, принципиально новая возможность, среди прочего, создавать соцсети, мессенджеры, файлообменники. Это все стало возможным только с появлением сети 2.0. А что нам сеть 2.0 дала? Она нам дала, и мы сначала этого не понимали, принципиально новую, никогда не бывавшую схему обмена информацией между людьми. До появления сети 2.0 существовало два способа обмена информацией. Один способ – это когда один человек взаимодействует с другим, одним человеком. Неважно, каким способом. Мы разговариваем, мы переписываем, мы шлем старые добрые письма с почтовыми голубями, с почтовыми каретами, говорим по телефону, обмениваемся мейлами, в личке обмениваемся посланиями. Это все, вот это самый первый тип коммуникации. Один с одним. Все понятно, не вызывает вопросов. Второй способ – это когда один говорит нескольким, или многим, или очень многим, в зависимости от технических возможностей. Когда-то это был человек, который мог на базаре стоять, даже без микрофона, и что-то такое вещать. Когда-то, потом это появились амфитеатры, с замечательной акустикой, безо всяких микрофонов, актеров слышали. Потом появилось то, что называется широкое вещание, откуда слово «бродкастинг», когда очень большому количеству можно было. С помощью газеты, с помощью радио, с помощью телевидения. Но по большому счету, это все равно, все та же самая схема. Один говорит, многие слушают. Вот как сейчас мы с вами. Потом кто-то будет задавать вопрос, этот человек будет говорить, а мы все будем слушать. Потом опять я буду говорить, опять все будут слушать. Все понятно, не вызывает вопрос. А теперь появилась новая реальность. Прилетел черный лебедь в виде технологии сети 2.0. Сколько людей сейчас являются рецепиентами информации? Сколько человек единовременно могут воспринимать информацию? Ну вот столько, сколько имеет вот такое или какое-нибудь другое аналогичное устройство. То, что называется в теории информации оконечным устройством. Ну давайте откинем какой-то самый бедный миллиард. Давайте будем считать, что это 7 миллиардов человек. 7 миллиардов человек, которые в любой момент времени более или менее готовы воспринимать информацию. А сколько человек могут создавать эту информацию? Если мы считаем, что 7 миллиардов человек имеют такие устройства, сколько человек могут создавать информацию? Те же самые 7 миллиардов. И любой из 7 миллиардов имеет теоретически техническую возможность взаимосвязи с любым из 7 миллиардов. Любой с любым. И вот этот выбор, эта возможность создает ту реальность, которой не было никогда. Мы с вами в этом живем. Я это как часть своей жизни на каком-то этапе осознал. Вы, большинство из вас, молодые люди, это дело воспринимаете как естественное, потому что вы с этим выросли. Ну а как же иначе, может быть, иначе-то? Ну, конечно, я могу. Мне интересует, что происходит сейчас в Новой Зеландии. Я ищу в поисковике кого-то из Новой Зеландии и немедленно его нахожу. Если сейчас во дворе этого замечательного университета приземлится летающая тарелка, и оттуда побегут зеленые человечки. Что сделает каждый из вас? Что он сделает после этого? В течение 10 минут об этом будет знать весь мир. Главное, чтобы это было достаточно интересно. Хотят, что тут же появится сообщение о том, что это фейк, тут же начнутся рассказы о том, что это все русские придумали. Ах, это не русские, а татары, но неважно, они все русские. Это то, как на сегодня воспринимают всех. И чукчи у них русские, и чеченцы русские, все русские. Но это та реальность, которая существует сегодня. И, на мой взгляд, это настолько революционно, что по степени не беспрецедентности, не бывалости, это сравнимо, это даже не изобретение, не создание телевидения, это даже не изобретение газет, это изобретение письменности, это алфавит. Вот по моему личному ощущению, мы даже не понимаем, до какой степени сумасшедшая революция произошла прямо у нас на глазах. Появилась модель обмена информацией, которой не было никогда. Она технически стала возможна благодаря сети 2.0. И этот вот любой из 7 миллиардов, которого каждый из вас, сидящих здесь, теоретически может найти или послать ему вопрос. Ты где там, в Новой Зеландии? А что, правда говорят, что у вас там наводнение? Или, наоборот, он может послать вам. А вы где там, в Казани? А что, правда говорят, что у вас там голод? И так далее. Это все можно сводить к разным вопросам, к разным примерам, но общий принцип такой, что такого никогда не было. Это происходит непрерывно, это происходит в любой точке, и информация, которая поступает таким образом, приобретает порой совершенно небывалый, непредсказуемый эффект. Я знаю, что здесь есть очень хорошая такая смесь из журналистов, историков, социологов, юристов. Я думаю, что вот я попробую, чтобы что-то из того, что я говорю, каким-то образом имело отношение к будущей профессии каждого из вас. Но в данном случае я обращаюсь к журналистам, к своим коллегам, к будущим журналистам. Все вы прекрасно знаете термин, которым определяется круглосуточное вещание. 24 на 7. Этот термин, вернее, это определение приобрело популярность, наверное, тогда, когда Тед Тернер запустил свой СНН. Первый в истории информационный круглосуточный телеканал. Потрясающий, прорывный телеканал. До этого, опять-таки, нам трудно себе представить, что на него смотрели и стучали по голове. Кто-то с ума сошел. Кому нужны новости по телевизору 24 часа в сутки? Есть радио? Кто будет в 3 часа ночи смотреть телевизор? Кому нужны новости? Это безумно дорого. Это технологически очень сложно. Кому нужны новости 24 часа в сутки? Тернер выиграл. Тернер создал первый телеканал, который оказался очень успешен. Я не буду говорить о том, во что он превратился сейчас. Мне очень жаль. Не случайно Тернер к нему не имеет никакого отношения. И, в общем, я понимаю, что смотреть на то, во что превратился этот в свое время, действительно, пионерский, потрясающий проект, ему, наверное, больно. Но как начало это было замечательно. 24 на 7. Тогда казалось, что это замечательно. Каждый час, круглые сутки. Мы получаем новости, хоть из Ирака, хоть из Японии, хоть из Нигерии. Сейчас, когда мне приходят и говорят, кто-то говорит, мы сейчас создадим новостную службу, и она будет работать 24 на 7. Я смотрю на этого человека со смещью удивления и сожаления. Говорю, неужели вы всерьез, вот сейчас, в 2022 году, способны говорить про 24 на 7? Вы что? Вот вы, лично вы, получаете новости раз в час? Или раз в полчаса? Да упаси Господь! Вы получаете новости вот по такой формуле. Что такое 86 тысяч 400? Количество секунд в сутках. К вам приходят новости 86 тысяч 400 секунд в сутки. Непрерывно. Если вы считаете, что что-то произошло, что-то стоящее вниманием, вы не будете ждать 11 часов. То есть, сейчас что-то происходит, никто не будет ждать 12 часов дня, чтобы это рассказать в новостях. Да, это будет в выпуске радио, и то, если это не информационное радио, или в выпуске телевидения. Но понятно, что в информационном ресурсе, и особенно в онлайн ресурсе, никто не будет ждать ни час, ни полчаса. А поскольку количество этих ресурсов, оно равно количеству соцсетей, оно на самом деле больше, чем 7 миллиардов. Потому что у одного человека могут быть аккаунты в нескольких соцсетях. Но даже если считать, что человек единомоментно может ввести аккаунт только в одной соцсети, значит, на каждого из нас обрушивается каждую секунду сотни тысяч, если не миллионы, новостей. То есть, наши возможности получать новости абсолютно беспрецедентны. И теоретически, мы вроде как должны иметь неограниченную, точную картину того, что происходит в мире. Казалось бы, чем больше источников, тем ближе к истине. Ну ведь если хорошо, да, что у нас... Нам и с нас интересует, что происходит в Сирии. Или что происходит на Украине. Я постараюсь сегодня политики касаться по минимуму, но совсем не касаться невозможно. Это будет все равно, что делать вид, что у вас в комнате есть слон, а вы его не замечаете. Но сейчас мы не о политике. Так вот, если вам, вне зависимости от наших политических убеждений, если нам интересно, что происходит на Украине, то мы хотим новостей из того источника, из другого, из источника, которому мы доверяем, из альтернативного источника, мы их хотим сейчас. Если новость пятиминутной давности, то у нас уже есть подозрение, что надо искать какую-то другую, что-то еще произошло. Значит ли это, что мы реально пользуемся семью миллиардами источников? Конечно, нет. Во-первых, потому что количество секунд в сутках ограничено. Их 86-400 больше не будет. Мы еще хотим иногда есть, спать, заниматься еще чем-то, проводить время с милым другом или любезной подругой и так далее. Помимо всего прочего, для огромного большинства людей это вообще не интересно. Люди, за исключением тех, кто новости сделал своей профессией или кто почему-то очень интересуется новостями, на самом деле не воспринимают те новости, которые им не нравятся. И плюс количество источников, которым вы доверяете, оно тоже очень ограничено. Даже если у вас есть к ним доступ, вы доверяете только тем источникам, которыми вы себя каким-то образом ассоциируете. Это вот скорее к социологам, которые здесь есть, которые, наверное, этой темой немножко занимались. Но для остальных это будет новость. Значит, количество людей, с которыми мы способны поддерживать устойчивые социальные связи, не изменилось с тех времен, когда наши далекие-далекие предки жили в пещерах. Потому что не изменилось строение головного мозга. Как бы мы ни льстили себе, говоря, что не, ну мы не такие, мы намного-намного-намного умнее. Ну, умнее или нет, это вопрос спорный. Но во всяком случае строение мозга и конкретно вот той самой части, которую я выделил, которая называется неокортекс, не изменилось. Поэтому, как люди в пещерах имели предел того количества людей, с которыми они способны поддерживать устойчивые социальные связи, естественно, оффлайн, таким же он остался и у нас с вами, потому что наш мозг в общем не изменился. Понятно, что как все в биологии, оно все имеет некоторые отклонения от среднего, но в целом это примерно для среднего человека это примерно 150. Это социологи, наверное, знают имя Робина Данбора, выдающегося шотландского социолога и антрополога, который придумал вот эти вот круги, начиная от первого количества, 3-5 человек, которые образуют так называемые семью, и кончая самым большим кругом в 1500 человек, это те, которые, количество людей, которых средний человек со средними способностями когнитивными способен запомнить как некое сочетание образа и имени. Вот из этих кругов самым важным для нас в данном случае является вот это самое число в серединке, число Данбора. Это количество людей, с которыми человек, средний человек способен поддерживать устойчивый социальный контакт. Данбор, как шотландец, он это определял для того, чтобы попроще таким образом. Это люди, к которым вы можете подсесть в баре, не спрашивая разрешения. Хорошее определение, мне нравится. Так вот, это количество сверху, не снизу, но сверху ограничивает круг источников, которые вы онлайн, точно так же, как и оффлайн, в этом смысле разницы нет, способны воспринимать, как социально близкие, дослуживающие доверия. Поэтому, если вы про условную Украину сформировали себе определенное мнение, а есть некий, третий, четвертый, пятый источники, которые несут вам совершенно другую картину, то вы, скорее всего, ее просто не воспримете, потому что вы эти альтернативные источники, источники другой информации, просто не впустите в свой круг социальных близких, они просто не входят в ваше число Данбара. И это то, как реально люди воспринимают восприятие от того, что у нас стало 7 миллиардов потенциальных источников, наше восприятие не стало объективным. Скорее, наоборот, тут произошла такая Орвеловская формула, помните, да? Война – это мир и так далее. Так вот, от того, что источников стало неограниченно много, реальные наши источники, которые мы, такой обычный рядовой человек, который воспринимает, которым он пользуется, на самом деле сократились. То есть, больше новостей означает меньше новостей. Как это работает? А работает это так. У нас появилась огромная, неограниченная возможность выбирать те источники, которые нам нравятся, чтобы формировать себе комфортную информационную среду. Понятно, что создание себе индивидуальной информационной повестки, индивидуального информационного пространства было всегда. Вы еще в древнее время, там, на каком-нибудь средневековом базаре, вы разговаривали с тем человеком, который говорит то, что вам приятно, и не разговаривали с тем, который говорит неприятные вещи. Когда появились газеты, вы выписываете, например, если вы консерватор, вы выписываете какую-то консервативную газету, не выписываете либеральную. Появилось телевидение, вы смотрите такой канал, не смотрите такой. Но такой степени индивидуализации потребления, какая существует сейчас, не было никогда. Опять-таки, это революция. Революция означает, что происходит нечто небывалое, немыслимое в прошлом. Возникает то, что обычно называют эхокамерами, такой хороший образ, то есть, когда человек по большому счету слышит только то, что он говорит сам. Ну, или то, что ему возвращают в качестве эха люди, которые близки ему по взглядам. Мне больше нравится другое слово, другой термин. Если раньше мы говорили про зону комфорта, информационного комфорта, который человек себе создает, то сегодня человек себе создает зону информационного суперкомфорта. Там, в английской, когда мне по-английски приходится читать лекции или писать что-то, я это называю indulgence-зону, зона роскоши. Делается это очень просто, потому что, помимо неограниченного количества официальных источников, есть еще немыслимые, вот те самые семь миллиардов просто источников. И человек себе в свои, вот эти выбранные источники, в свое число Данбара, в свои избранные интернет-ресурсы, в те чаты, в паблики, за которыми он следит, он туда допускает только то, что ему нравится, только то, что ему комфортно. А неприятные новости, новости, которые противоречат его взглядам, он выкидывает, он их просто не видит. И это то, в чем существует, та реальность, в которой существует, давайте говорить откровенно, в общем, большинство людей во всем мире. Это явление универсальное. Это явление не только в Америке, не только в России, не только на Украине. Нет. Это то, что происходит везде. Вот эта возможность выбора, неограниченная, приводит к тому, что человек себе формирует зону суперкомфорта, и ему в нем прекрасно. Он прекрасно себя в ней чувствует. А что с этим надо, а что с этим можно делать? К сожалению, с этим можно делать только одно. Нужно себя заставлять читать, смотреть, слушать неприятные новости. Это вот вторая вещь, которую я тоже хотел бы, чтобы из сегодняшней лекции запомнилось. То, что, на мой взгляд, что выделяет человека, себя воспринимающего как принадлежащего, ну, к некоему более продвинутому слою общества, это то, что, в частности, я уверен, дает образование, это стремление и привычка регулярно воспринимать новости, которые вам неприятны, которые идут из неприятного источника, которые несут взгляды, которые противоречащие вашему сложившемуся мировоззрению. следствием всего того, что я сказал, является то, что количество, еще раз, количество источников, которые у вас есть, совершенно не означают, что массовый потребитель этих новостей получает более объективную картину. Скорее, наоборот. Вы, естественным образом, можете сказать, ну, как же так, но если новости же вот есть любые, ведь их же можно найти. Любые, да, найти их можно практически любые. Вот это точно. Интернет знает все. В общем, интернет это явление всезнающее. До недавнего времени единственное, что, как считали люди, сидящие в одном маленьком американском городке и руководящие агентством национальной безопасности, мы знаем абсолютно все, что происходит в мире. Единственное, чего мир не знает, это то, что мы знаем все, что происходит в мире. Потом появился Эдвард Сноуден, с недавнего времени ставший российским гражданином, и это тоже перестало быть тайной. Найти можно любую информацию. Вопрос в том, хотите ли вы искать эту информацию и готовы ли вы воспринимать эту информацию. То есть, казалось бы, эпоха, когда у вас есть доступ к любым знаниям, к любым новостям, к любой информации, должны уничтожать стереотипы. А происходит ровно наоборот. Вот я вам сейчас приведу несколько примеров, касающихся, ну, наш канал довольно много обо всем этом рассказывал, потому что это все были большие новостные сюжеты. Несколько событий, связанных со смертью людей. Смерть Литвиненко, да, отравление полонием. Малазийский Боинг, сбитый над Украиной, над Новороссией. Отравление Скрипалей, отравление Навального, вот свежая вещь там, взрыв Северного потока, взрыв Крымского моста. Если у человека существует шаблон, по которому он это воспринимает, то все факты, которые противоречат той теории, которую он для себя выстроил, им отбрасываются, он их просто не видит. От того, что они есть, ничего не меняется. Вот про каждую из этих историй я вам могу рассказать, да и собственно многие из вас могут рассказать довольно много. Но вот я возьму просто одну выберу, просто потому, что вот этой историей про Скрипалей, про отравление Скрипалей, я занимаюсь уже четыре с половиной года, занимаюсь исключительно по открытым источникам. Я не езжу в Лондон, я кстати в санкционном списке, я не могу сейчас поехать в Лондон, так что все просто. У меня на столе я заказал себе такую красивую рамочку, на которой написано почетная грамота правительства Великобритании и мне тут извещение о том, что я нахожусь в санкционном списке, я туда зашил и город демонстрирую. Я считаю, что это почетная грамота, то есть люди признали, что я для них представляю опасность. Вот вот я знаю, например, вам рассказать историю про Скрипалей. Ну, мне для того, чтобы рассказать только основные вещи про Скрипалей, мне понадобятся часа два. Ну, историю со Скрипалями все помнят, да? Более или менее. Ну, большинство, я думаю. Особенно к юристам в данном случае я обращаюсь, да, которые все помнят все. Нельзя никого объявить преступником без приговора суда и все такое прочее. Ну, давайте я вам задам несколько простых-простых вопросов. Вы помните, да, что в итоге все истории со Скрипалями использование самого страшного отравляющего вещества в истории, фосфорорганическое отравляющее вещество А234, сколько человек погибло? Один. Ни Скрипалей почему-то не удалось отравить, как-то их не дотравили. Я даже предполагаю, что, наверное, в этих, в тайных лабораториях ФСБ, наверное, кто-то сидит и этот новичок бодяжит, его продает, наверное, налево дачей, травить кротов. У меня вот есть такая теория. Как бы то ни было, Скрипали живы. Правда, нам их не показывают, только Юлю один раз показали, но они живы. Это официальная версия. Детектив, сержант Роули, который якобы там надышался этим новичком, жив. Кто умер? Умерла несчастная Дон Стерджис. Некая женщина, которой спустя три месяца после этих событий ее сожитель Чарльз Роули нашел пузырек с надписью Нины Ричи, принес ей в подарок, она на себя побрызгала и умерла от отравления. Печально. Скажите, вы все люди безусловно продвинутые, вы не рядовые потребители информации, при всем уважении к массе, вы люди продвинутые. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь помнит, а где это произошло? В каком городе? Солсбери? Нет. Это Скрипали были в городе Солсбери. А пузырек валялся в городе Эймсбери, который находится от Солсбери в 12 километрах. Пузырек каким-то загадочным образом спустя три месяца после якобы визита Петрова Баширова, который там всех травили, перелетел за 12 километров и все эти три месяца лежал в урне, где его нашел Чарльз Раули, а три месяца эту урну никто не убирал. Проблема в том, что каждый шаг Петрова и Баширова отслежен британской полицией до секунды по камерам наружного наблюдения. Они 3 марта приехали в Солсбери, якобы дошли до дома Скрипаля, вернулись, сели и уехали в Лондон. Они близко не подходили к Эймсбери. Так каким образом Пузырек перелетел из Солсбери в Эймсбери? Вот первый вопрос, на который должен ответить следователь. А надо сказать, что следствие по делу Скрипалей, оно каким-то загадочным образом растворилось. Ну вот попробуйте, найдите что-нибудь. Тут страшное дело. Вот в пользу нам же объясняли, что там была угроза сотням людей. Никто не отравился. Не говорят о том, что никто не умер. Ну вот, одна жертва есть. По поводу ее идет следствие. Как вы думаете? Идет. Только оно называется не следствием, а коронерским дознанием. Есть такое в Британии, такой юридический механизм. Коронер производит дознание для суда. Коронер должен остановить факты и потом их рассказать суду. Вот его задача. Коронерское дознание по закону, я апеллирую к тем юристам, которые здесь сидят, закон свят, по закону может длиться три месяца. Коронер провел дознание и три месяца спустя сказал, можно мне продлить еще на три месяца. Хорошо, сказал судья. Коронер провел еще три месяца дознания и сказал, а можно мне продлить еще на четыре месяца? Хорошо, сказал судья. Прошло еще четыре месяца, теперь про это дознание вообще ни слова. А где же результаты? Мне вот очень интересно, чтобы какой-нибудь британский, хоть коронер, хоть следователь, хоть полицейский, ответил для начала на один простой вопрос. Откуда этот пузырек взялся в городе Эймсбери? А слово Эймсбери оно всем доступно. Вот вы сейчас начнете искать и вы найдете, что это было в Эймсбери. Но вы этого не ищите, потому что от вас это не то, что скрывают. Этого нет среди тех новостей, которые вам рассказывала замечательная британская пресса. А уж о том, что город Эймсбери чисто случайно находится в двух километрах от лаборатории Портонтаун британской, которая занимается производством отравляющих веществ. Об этом вам и вовсе никто не... Ну вот просто не упоминают. Вот это один маленький факт из истории Скрипалей. А я вам таких могу насыпать 20. Ну вот еще один просто для для демонстрации того, насколько это абсурдная вот эта вот официальная версия highly likely то, что Тереза Мэй ныне уже отставленная рассказывала что-то русские сделали. Это вот Петров Баширов вы помните, да, как Сергей и Юлия Скрипаль как они были обнаружены на скамейке. Значит, они якобы схватились за рукоятку двери которая была намазана новичком. После этого оба что само по себе интересно вы можете себе представить что два человека выходят из дома и каждый зачем-то берется за внешнюю ручку двери. Странно, правда? Дальше они идут едут на молтингс там Сергей Скрипаль своей вот этой отравленной рукой вместе с детьми с мальчиками кормит уток хлебом. Вот он из своей руки дает мальчикам кормить уток. Мало того один из мальчиков и это подтверждено этот хлеб сует в рот что вообще мальчикам свойственно. Ни один из этих мальчиков и ни одна из этих уток не показывают никаких симптомов отравления. Таким образом эти два очень разных человека разного возраста разного веса почти четыре часа гуляют по Солсбери а потом синхронно от отравления теряют сознание. Ну среди нас нет химиков но просто поверьте мне на слово что это абсурд. Да вы и сами это понимаете. Люди отравлены либо они сразу теряют сознание либо они через какое-то время но чтобы они два абсолютно разных человека с разной массой тела разной дозой полученной отравляющего вещества гуляли как ни в чем не бывало скрипали еще съел огромную порцию ризотто потом зашли в бар выпили и потом вдруг синхронно потеряли сознание ну так не бывает это абсурд. Да. Ну и что? Об этом хоть одна британская газета написала? О том почему как оказалось Британия одна из самых насыщенных в мире стран камерами видеонаблюдения я думаю у многих из вас есть камеры наблюдения на подъездах а уж в Британии они там на каждом доме единственный дом в Солсбери на котором камера видеонаблюдения то ли отсутствовала то ли не работала в тот день был дом бывшего шпиона Скрипаля поэтому вот этот самый замечательный момент когда Петров и Баширов якобы наносили отравляющее вещество на ручку двери на камеру не попал и вообще на камеру не попало как они подходят к этой ручке двери а еще интереснее а вы себе представляете да как нам объяснили что это такая страшная отрава это нужно в костюме химзащиты в перчатках нужно это наносить на ручку потому что иначе человек сам погибнет это очень убедительно значит отравление происходит нанесение якобы в соответствии с официальной версией на ручку двери происходит в 12 часов дня в субботу это такое довольно естественная вещь два человека в костюмах химзащиты посреди дня не привлекая никакого внимания идут по улице Солсбери и достают что-то такое это очень это такой хороший шпионский такой способ конспирации причем делается это можно было сделать в полночь нет они идут посреди дня идут попадая под все камеры наблюдения при солнечном свете наносят а почему Скрипаль не умер от этого тем не менее что же так плохо ГРУ сработало а это как нам объясняет один бывший сбежавший из России химик а потому что они не учли что отравляющее вещество теряет свою силу при влажной погоде а ну да это логично вообще откуда ГРУ знать что в Британии бывает влажная погода вот я вам такого могу еще раз без привлечения могу рассказывать часа два то есть все это понимают это я взял только один единственный случай и если вы как в свое время я это сделал начнете искать альтернативные источники вы схватитесь за голову да это же вранье да но вся Британия а также в общем большая часть мира а также немалая часть наших с вами соотечественников уверен ну наверное что-то было ну да там они тоже там что-то такое они тоже там немножко врут но что-то же было вот я вам не случайно привел этот несколько примеров того как вот таких вот сомнительных мягко говоря отравлений или катастроф и про каждую вам я могу рассказать какие-то простые вещи человек который занимается может вам рассказать вещи которые напрочь делают это невозможно не могли отравить Литвиненко полоним так как это описано не могли не могли сбить боинг так как это описывает так называемая следственная группа не могли наш корреспондент Яна Ярлашова под Донецком находила обломок самолета и говорила слушайте у вас тут была следственная группа возьмите обломок давайте я вам передам вы же не доучли его отказались брать обломок самолета то есть новостей то огромное количество но нами с вами манипулируют таким образом что мы из этих новостей получаем маленькую часть и если мы делаем целенаправленные попытки получить другую часть если мы особенно если мы а это очень свойственно людям считать ну все так говорят но это все знают ну вот как история там с той же самой бучей такая катастрофически совершенно по понятной по человеческим жертвам абсолютная спецоперация абсолютно то что раньше в натовской классификации называлась специальной операции психологического назначения не могло быть того что произошло в буче я говорю это с уверенностью потому что наши корреспонденты там были у арти мы наверное больше чем кто-либо посылает своих съемочные съемочные группы во все места этого не было у нас был человек которого я знаю много лет которым я доверяю сто процентов абсолютно не идеологизированный человек который кстати к нам пришел работать после того как родился сначала рос в Америке потом жил на Кипре потом приехал к нам работать я хочу попробовать быть журналистом я понимаю что то что нам рассказывают это неправда вот Рома Косарев был в буче непосредственно в тот день когда оттуда уходили наши войска там не было трупов на улицах не было это вранье это абсолютная чистая спецоперация но я знаю вполне разумных в общем российских людей которые ко мне относятся хорошо но которые говорят не ну наверное там вот все было не совсем так ну не может же все быть все же не может быть не может все быть неправдой может именно на это работает система иногда сама по себе а иногда целенаправленно на то чтобы вы даже тогда когда факты противоречат той картине которую вам рассказывают вы сказали ну ну не может быть чтобы все было не так вот по поводу вот всех этих еще там других отравлений человек которого я очень уважаю который знает прекрасно который много раз рассказывал про Литвиненко подробности истории с якобы отравлением полония ну про скрипалей это говорит мне что-то мое моя главная тема это все мои друзья это знают и в конце человек говорит ну да да наверное прав но вообще что-то многовато отравлений что значит многовато ну как-то ну вот ну вот не может же быть чтобы вот вообще ничего не было вот именно на это восприятие собственно все и рассчитано ну и кстати заодно если вот у кого-то есть впечатление о том что в мире нет цензуры цензура в мире есть ну во-первых всем известная цензура в фейсбуке всем известная цензура в инстаграме это в чистом виде цензура когда просто понимаете да принципиальное отличие цензуры от просто воздействия на мой взгляд это кардинальное цензура имеет предварительный характер то есть нужно сначала получить разрешение или пройти какой-то фильтр прежде чем какую-то новость публиковать кстати интересно кто не знает а где была изобретена впервые применена цензура печати англия 1643 год этим мы тоже обязаны англии это первое введение системы лицензирования когда для того чтобы напечатать что-то ты должен сначала получить разрешение должен получить лицензию так вот если уж говорить об англии то не только я думаю что ну скорее всего никто из сидящих здесь но если вы спросите англичан а если в англии цензура что за ерунда а вы спросите у этого человека что такое DSMA это система которая называется оповещение о материалах имеющих отношение к обороне безопасности короче то что изначально называлось denoted есть такая при министерстве обороны есть такая комиссия которая называется DSMA комиссия которая время от времени принимает решение о том что вот про такую-то тему лучше газетам не писать и посылает всем газетам уведомления что вы смотрите конечно смотрите сами вы сами решаете но имейте ввиду что если вы напишите вот про это и про это то вы вполне возможно разгласите государственную тайну а это уже уголовная статья надо отдать им должное они этой системой пользуются редко DSMA может появляться одна там в два раз в два года по забавному совпадению два уведомления два DSMA были выпущены в течение одной недели 6 марта и 12 марта 2018 года то есть сразу после отравления скрипалей и наверное человек которому кажется что нам все рассказывают наверное захотел бы узнать а можно узнать а чтоб что вдруг побудило британских регуляторов британское министерство обороны так зачастить и про что там говорится а содержание DSMA является секретным вам его никто не расскажет интересно правда вот ровно вот это происходит практически с любыми новостями которые происходят сейчас вот это замечательная история опять-таки всего-навсего один пример мы много рассказываем про Сирию потому что у нас есть очень сильный арабский канал среди наших многих языковых версий арти есть в том числе арабская версия и это возможно самый популярный наш канал то есть в арабском мире арабский мир он там по-другому немножко устроен телевидение это вы привыкли на кнопку жать чтобы к вам пришло по коллективной антенне ну или допустим через smart tv а у арабов или в Африке там может стоять вот такая вот хижина но на ней будет стоять спутниковая тарелка и они напрямую принимают сигнал со спутника вот в Сирии например арти это просто с отрывом самый популярный канал русальяун канал на арабском поэтому для нас вся сирийская история она очень близка потому что мы ее очень много рассказывали помните такие белые каски это миротворцы это люди которые спасают это же все знают да это только русская пропаганда про них что-то рассказывает вот он замечательная фотография наверху как спасают человека а внизу фотография как с тем же самым человеком который изображает жертву спасатели фотографируются а вот еще ой вот этот мальчик обожженный вот он слева да а вот справа тот же самый мальчик когда папа вдруг увидел эти фотографии якобы мальчика моего сына спасенного белыми касками и начал кричать вы что да его же гримировали мне же сказали что там снимают какой-то фильм кто это показал арти но только увидели это те кто способен не важно нравится мрти не нравится но люди которые способны хотя бы впустить к себе ту информацию те новости которые им не близки давайте я обещал оставить время на вопросы а как нам на видео переключиться я вам хочу показать один единственный репортаж из числа тех которые вы не увидите ни на cnn ни на bbc и ни на чем ни на одном другом украинский украинский милитарий продолжает донес републик северные касула тискан продолжает репортаж в последние 24 часа наиболее три люди были убиты эти люди были убиты прямо в этом доме 155 миллиметр северный северный на украинский милитарий вверх вверх в этом доме в доме у женщины обнаружен поражающий элемент будет назначена судебно-баллистическая экспертиза в нейбер и восьмя и восьмя в доме и восьмя и восьмя не болит один мертвый сразу был старший самый старший тот убежал я позвонил жене она чтобы дома была она оставалась в общем а вот против лизо ну right now she is being tasked with taking care of the dogs of the people that were killed while we were here we saw these animals there's another one right there we saw these animals in distress running around probably looking for their owners Вот у нас такие репортажи нам наши корреспонденты присылают по нескольку штук каждый выход про одного этого убитого. На CNN увидите? Или на BBC? Нет? Или на Deutsche Welle? А почему? А потому что не все жизни одинаковы. Ну по этому поводу есть, я уже ближе к концу, я помню, вот, есть такая несколько циничная, такая умышленно циничная формула Япа Ван Гинекена, которая говорит, что цена смертей разная, и можно примерно одинаково весить 10 тысяч смертей в какой-то дальней стране, они с точки зрения общественного сознания весят столько же, сколько тысяча смертей в какой-то соседней стране, которые весят столько же, сколько 100 смертей в нашей стране, но где-то на окраине, они весят столько же, сколько 10 смертей в столице, и все это весят столько же, сколько одна смерть какого-нибудь известного человека. То есть одна жизнь стоит 10 тысяч. Это некоторое преувеличение, но оно умышленное, это формула Ван Гинекена, она мне очень нравится. И просто чтобы вы не думали, что это касается только России, вот новость, вы все здесь люди, интересующиеся политикой, новостями и так далее, Вот новость последней недели. Кораблекрушение, авария, результатом которой стала смерть 77 человек. Кто-нибудь угадает страну? Что, никто не слышал? Нет, не Сомали. 77 человек. 20 спасли. 20 лежат в госпитале. Это Сирия. Это перевернулся корабль с беженцами. А знаете почему? Ни одна газета мировая, ни один телеканал об этом не рассказали. Потому что спасали этих беженцев силы Асада, то есть того самого сирийского лидера, которого мир объявил палачом. Ну как же можно рассказывать о новостях? Для того, чтобы рассказать о нем, надо рассказать, что этих 20 спасли силы Асада, и они лежат теперь в больнице. Нет, это плохая новость. И поэтому не только никто из вас, но и абсолютное большинство людей в мире, ну вот те, кто не смотрят какие-то специальные каналы, не смотрят Арти или не читают наш сайт, об этом не в курсе. Я умышленно рассказывал очень мало про Арти, я знаю, что про это будут сейчас вопросы. Пожалуйста, я понимаю, что вы бы с большим удовольствием здесь увидели Маргариту Симоньян. Она тоже очень любит выступать, но она сейчас в безумном совершенно состоянии, в безумном графике. Она мне периодически что-то пишет в 3 часа ночи, в 4 часа ночи. И это так вот месяц за месяцем. Но она попросила меня приехать и рассказать то, что я могу. А теперь, пожалуйста, любые, абсолютно любые вопросы. Спасибо. Ваши аплодисменты. Вот вопрос, пожалуйста, микрофоны в зале, если можно, как-то перемещайтесь сюда, чтобы вас было слышно, потому что идет запись. Пока вы перемещаетесь к микрофону, вообще тоже новая реальность, кстати, как-то так резонула. Никогда ранее невозможно было, чтобы начальник тебе в 3-2 ночи писал, тебя тревожил. Да, уходил с работы и был хорошо. И начальника нет. Более того, у меня с собой, я сейчас выключил телефон, но я договор, я же сейчас отвечаю за всю финансовую деятельность Арте. Я договоры согласовываю, пока лечу в самолете, если есть связь. Это тоже новое. И кое-что подписываю электронной подписью. Да, это новая реальность. Спасибо. Итак, давайте, пожалуйста, только представляйтесь, если можно. Хорошо? Здравствуйте. Меня зовут Салават. Сначала хочу вас поблагодарить за очень классное место за то, что нужно читать неприятные новости. Действительно, очень важно это делать. Вот теперь мои вопросы. Их будет три, но чтобы не казаться слишком наглыми, я скажу, что два из них от моих друзей. Первый вопрос. Дипломат такой, да? Салават. Первый вопрос. Почему так много новоязвов в государственных СМИ? Вы сегодня упоминали Оруэлла. Очень, к сожалению, напоминает то, о чем он писал. Не война, а спецоперация. Не мобилизация, а частичная мобилизация. Не отступление, а тактический маневр. Не взрыв, а хлопок. И далее по списку. Второй вопрос. Давайте я попробую. Я забуду. По очереди, да? Можно по очереди? Ну, во-первых, я не согласен с вами, что это новоязв. Новоязв это немножко другое, как мне кажется. Но в любом случае жизни, то, о чем вы говорите, это не явление 2022 года. Почитайте борового солдата Швейка. Там вот очень многое из того, что вы говорите, там очень похожими терминами было. Я, что касается государственных СМИ, вы знаете, я... Арти вообще не является государственным СМИ. Она не принадлежит государству. Вот. Оно имеет государственное финансирование, но его контроль государством над Арти меньше, значительно меньше, чем, например, BBC, Deutsche Welle и так далее. Да, собственно, любой международный телеканал, кроме CNN, любой международный телеканал, NHK World, Arirang TV, CGTN, вот все. Про СТВ все имеют государственное финансирование. Аль-Джазира. Мы отличаемся в этом смысле тем, что у нас в наших управляющих органах нет ни одного представителя государства, в отличие от Франс Ван Каттер, в отличие от BBC и так далее. Просто, чтобы было понятно про CNN, CNN, конечно, не принадлежит государству, но CNN International работает в убыток с красными цифрами. Он работает только потому, что огромная вот эта корпорация, Time Warner, его субсидирует. Ни одно новостное качественное СМИ сегодня себя не окупает. Поэтому это просто реальность. Это естественное явление, когда происходят воевые действия, неважно в рамках войны, контртеррористической операции, спецоперации. Когда вы, ну вот если вам когда-нибудь придется быть военным корреспондентом, то вы поймете, что любая нестандартная контртеррористическая операция, вы получаете аккредитацию и на вас накладывается определенное ограничение. Вы используете ту информацию официальную, которую вам дают. Или вы себя не считаете журналистом, и я могу писать вообще все, что угодно. Тут надо выбирать. Именно поэтому мы в каких-то случаях, я думаю, что Арти в этом смысле гораздо менее повинен в каких-то эвфемизмах. То скорее вы говорите об эвфемизмах, чем некоторые другие СМИ. Но, конечно, есть какие-то ограничения, которые вы на себя обязаны налагать. И по разглашению информации, и вот это неминуемо. Поэтому, что касается спрямления линии обороны, эластичной обороны, временное отступление, этому, ну, века уж как минимум. Так, для вас это просто способ продолжать работу. Я понял. Дальше. Это способ продолжать работу в особых условиях. Иногда вы не можете говорить неправду, но иногда в условиях, вот в условиях военных действий есть определенная цензура. Вот это однозначно прописано в законе. Ну и действительно существует не только способ продолжать работу, существует реальная разница. Говорим мы сейчас о войне, тогда не частичная, а тотальная мобилизация, тогда полная военная половина. Совсем другая ситуация. Да, кстати говоря, что касается вопросов, часто дают, а почему специальная военная первая, почему СВО, почему не война? Потому что с точки зрения гуманитарного права СВО накладывает гораздо большее ограничение на российские войска, чем было бы в условиях войны. Россия, в условиях СВО солдаты имеют гораздо большее ограничение в своих действиях по отношению к мирному населению. Давайте от друзей вопросы. Да, от друзей. Так, украинский режим называют сейчас на РТ в том числе террористическим. Вопрос такой, почему с террористическим режимом Талибана дружить можно, а с террористическим режимом Украины нельзя? Такие друзья, чувствуете? Очень хорошо, да, это абсолютно законный вопрос. Что значит называют на РТ? Это редакционный термин или это цитата? Или это прямая цитата государственного? Я беру в целом риторику. Нет, в целом риторика это не конкретно. Я вам задаю конкретный вопрос. Вот мы приводим официальное мнение, например, Марии Владимировны Захаровой, которая занимает определенную официальную позицию. Или там Володина. Это люди, которые говорят не от своего имени, а от имени своих офисов. Если Володин использует слово террористический режим, мы его воспроизводим. Хорошо. Речь шла вот про то, что действия Украины на Донбассе, до получается СВО, их называли многочисленными восьмилетними терактами. Ну, в данном случае ясно дается понять, что режим совершал террористические действия. Я вот что имел в виду. И все же, почему такая большая разница? Как бы и там бандиты, которые захватили власть, и тут бандиты, вообще террористы, которые захватили власть. Почему вот одни наши друзья, а другие наши кровные враги? Ну, вообще, я бы не сказал, что у нас, я ничего не знаю про то, что Талибан наши друзья. На данный момент Талибан это официальная правящая власть в Афганистане, которая пришла туда в результате успешного десятилетнего наведения порядка американцами. Американцы вошли в Афганистан, кстати говоря, страну, которая от континентальной Америки находится примерно в 10 тысячах километрах, и которая, вообще говоря, не должна, вроде как, быть предметом непосредственных интересов. Они туда зашли, как они сказали, ненадолго навести порядок. Результаты, опять-таки, все есть в открытых источниках. Даже в Википедии, если вы наберете, то вы с интересом обнаружите, что там есть статья «Жертвы в Афганистане». И вы с интересом обнаружите, что там каждый год речь идет о десятках тысяч убитых людей. На данный момент Талибан, я не Сергей Викторович Лавров, к счастью, я не смог бы и не хочу выполнять его работу, я никогда не работал в постсоветское время на государство. Но, насколько я понимаю, Министерство иностранных дел занимается своей профильной деятельностью, поддерживая контакты с официальным руководящим режимом, с официальной руководящей партией в стране, с которой у нас есть дипломатические отношения. Вот я понимаю это так. Кто есть, с теми работаем. Понял. И последний вопрос. Такой мастер-резюме. Почему человек имеет право... Резюме я еще не отправил. Это хорошо. Да-да-да, интерпретировать это так, как вам близко и удобно. Это нормально. У кого есть вопросы, вы передадите, как раз, чтобы у нас быстрее шло. Вы формулировкой, безусловно, это интерпретировали так, как вам это, вы считаете, правильно. Я, то есть, некорректно это сделал. Почему? Все замечательно. Все, ладно. Следующий вопрос. Максимально быстро постараюсь. Я молчу. Если бы мне не повезло... Можно внимание, пожалуйста. Если бы мне не повезло родиться на три года раньше, я бы сейчас подлежал мобилизации. Как вы себя почувствовали? А, как бы вы себя почувствовали или уже чувствуете, находясь на месте родных людей тех, кого сейчас отправили на смерть? У вас... Когда родились-то? Я сейчас на третьем курсе. Если бы я родился на три года раньше, я бы уже окончил вуз, отслужил в армии и, скорее всего, был бы мобилизован. Ага. Вот такая логика. Понятно. Вообще, стоит ли мне сейчас уезжать из России, ожидая в будущем еще одной мобилизации, когда я уже выпущусь? Мы не знаем, что будет, но вполне возможно, что под следующую волну вы попадете. Конечно, никто этого не знает. Намек понят. Я этого не знаю. А можно меня вырезать, пожалуйста? Вы поторопились, значит, повезло там на три года раньше. Ну, я надеюсь, что повезло, да. Вовремя родились. Так. Авиа Сейлнс. Я надеюсь, что это закончится к тому времени. Знаете, поскольку я... Так просто получилось, что я уже через много разных интересных времен прожил. И, в общем, я считаю, что это уже четвертая страна, в которой я живу. Не выезжая из своего родного города. Потому что Советский Союз был одной страной. В конец 80-х, 90-х, когда по улицам ходили бандиты, был другой страной. Ну, и потом Россия. Относительно благополучия и роста была третьей страной. Ну, и сейчас, наверное, какая-то четвертая страна уже. Знаете, меня этим уже не напугающий. Я прожил 91-й год, когда я, кстати, работал тогда на эхе Москвы. Это было то эхо Москвы. И вел репортажи от Белого дома. И надо мной пули летали. Потом в 93-м году я вел репортажи тоже опять от Белого дома во время октября. Вот недавно были как раз. Очередное юбилей 3-4 октября. Поэтому, конечно, я могу тут сейчас голословно утверждать все, что угодно. Не, мне ничего не страшно. Но я вот, может быть, так мне повезло, в том числе в моей журналистской некоторой карьере, что я с пулями сталкивался. Рядом со мной люди... Вот меня не ранили. Но в моей машине, на которой мы с Петей Марченко ездили и пытались понять, что никаких мобильных телефонов не было, что происходит, дырки от пули остались. Мне повезло. Москвич, хорошая машина. Поэтому мне кажется, что в вашем возрасте меня бы это не очень пугало. Мобилизация не пугала бы вас. Так же, как в вашем возрасте, когда было... Мне казалось, что естественное явление для журналистов, когда говорят, кому... Если добровольцы поехать на фронт, то раньше выбирали. Ну, вот я был среди тех, кто понимал, что это... Ну, может быть, это мое личное такое отношение. Нет, меня бы не пугало. Но потом, мне кажется, что я немножко... Вы как бы со своей стороны смотрите на... Как-то так. Ну, там, 8 лет, что происходило. А я в течение этих 8 лет каждый день получал репортажи о страшных человеческих трагедиях. И поэтому у меня другой настрой. Мы с вами немножко по-разному смотрим на эту ситуацию. Вопрос бы все-таки в том, есть ли у вас сейчас близкие, которые комбилизировали и отправили на фронт. Вот у меня, мне кажется, еще есть вопросы, да, там. Давайте... Извините, я просто ответ не получил на вопрос. Ваш будет бурный диалог, я чувствую, по поводу... Давайте я буду... У меня дети, поскольку у меня уже много лет, у меня и дети уже очень взрослые. Давайте я буду говорить за себя. Если вам интересны мнения моих детей, то можете им написать, и они вам разговаривают за себя. Да, как-то мы уже стали углубляться в него дела. Спасибо вам большое. Хорошие вопросы. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, Анастасия Афонина, Бизнес Онлайн. Подскажите, пожалуйста, вот сейчас редакции RT закрыты в Евросоюзе, закрыты в некоторых странах Запада. Как вообще это повлияло на вещание? Они законсервированы до лучших времен или полностью закрыты? Нет, мы работаем, конечно. Кстати, хороший вопрос насчет того, что они закрыты. Тут опять к юристам, которые здесь сидят. Вам будет интересно узнать, может быть, даже кто-то захочет это сделать предметом исследования. А каким образом у нас Евросоюз лишил лицензии? Дело в том, что страны, входящие в Евросоюз, полномочия по регулированию, по лицензированию Евросоюзу не давали. Тут просто нет, у Евросоюза нет полномочий регулировать вещание. Не давать лицензии, не отбирать лицензии. У них есть только координация национальных регуляторов. Поэтому с точки зрения права, это абсолютное пренебрежение вообще законам. То есть Евросоюз не мог у нас отнять лицензию. Но сказали, ну ничего, вообще-то по закону не понимают. Мы ради интереса заказали юридическую экспертизу. Нам подтвердили, да, у Евросоюза такого права нет. Но сейчас действительно произошло, вот при всем интересном, что происходит. А, ничего, ну ладно, ладно, что нет права. Ну мы же все понимаем, что это. Кстати, заодно объяснили, что мы занимаемся пропагандой и дезинформацией. Я очень хотел бы, чтобы мне кто-нибудь показал, где мы занимаемся дезинформацией. Дело в том, что мы 17 лет имели лицензию британского регулятора, Овком, которая распространялась на всю Европу. За это время на нас поступили десятки тысяч жалоб. Провели 284 полноценных расследования. Это вот такие вот стопки, где мы отписывались. 284 расследования. Два раза нам признали, справедливо, не справедливо, что у нас было lack of due accuracy, то есть недостаточная точность. Последний раз это было в 2016 году. То есть ни одного случая, когда бы нам регулятор официально сказал, вы вот здесь распространили недостоверную информацию. Что такое дезинформация, это неверная информация, ложная информация. Не было. То есть нас лишили лицензии, во-первых, с полным нарушением закона, по беспределу, как теперь говорят, кстати, о новоязи, о тюремном. И без каких бы то ни было юридических обоснований, ну ничего. Ну что мы делаем? Есть интернет, к счастью, одно из замечательных достижений вот этой самой сети 2.0. Мы работаем в интернете, нас пытаются блокировать, но вы знаете, люди, как ни, может быть не странно, люди, на самом деле, людям не хватает альтернативных новостей. Поэтому мы с интересом обнаружили, что даже в тех странах, где мы официально, арте официально запрещено, люди начинают между собой распространять. То есть вот просто как раньше, как во время войны подпольщики передавали записочки, а теперь новая реальность, революция. Поэтому мы на самом деле с интересом, причем это не мы обнаружили, это мы обнаружили, по-моему, Guardian. Я не уверен, но какая-то из британских, по-моему, газет написала, что тут с интересом выяснилось, что, оказывается, запрет арте на немецком привел к тому, что его стали читать больше. Конечно, мы работаем. Кто-то там, арабы работают совершенно как работали, испанцы работают практически как работали, их запретили в Испании, но вся Латинская Америка с огромной радостью арте смотрит на испан, а на испаньял. Во всех остальных странах везде по-разному. Арте на французском запрещен во Франции, но с сумасшедшей скоростью растет на севере Африки, во всей франкоязычной Африке и так далее. Мы перестроились. Мы много лет работали в условиях гораздо худших, чем все наши конкуренты. С значительно меньшим бюджетом, с гораздо меньшим техническим обеспечением. Поэтому у нас за это время как-то собралась команда людей, которые, во-первых, верят в то, что делают. Они верят, видят люди, в том числе, приехавшие из-за границы. У нас работают больше 40 разных национальностей. Это разные паспорта, только не национальности, а гражданство, я имею в виду. И в мире тоже есть люди, которые понимают вот это вот вранье, маленькую, маленькую часть, которую я вам показал, которых это вранье не устраивает. Поэтому мы работаем. Что мы будем делать дальше, я вот всего вам, к сожалению, не могу сказать, потому что доброжелателей много. Получается, у вас сейчас только в рамках интернет-вещания? Нет, нет, что вы. Ну что вы. Нет, конечно. У нас все. Это вот то, что я вам говорил. Нет, интернет – это добавление. И телеграм-каналы, и в других соцсетях, и ютуб – это все добавление к вещанию. Нас попытались, ну, где-то частично нас попытались, тоже так забавно, выбросить с транспортных спутников, которые находятся во владении некоторых европейских стран. Там тоже забавно, потому что у нас были долгосрочные контракты. Ну, контракт – это вообще-то святое дело. Ну, иногда так вот. Ну вот. А почему вы расторгаете контракт, перестаете нас вещать, когда у вас контракт, спрашиваем мы? Ну вот у нас вот технические сложности появились. Ну, к счастью, есть российские спутники «Экспресс», которые, как оказалось, совсем неплохо висят. Есть способы. Мы очень быстро сейчас развиваемся в Африке. Мы сейчас очень быстро развиваемся в Азии. Вообще, вот это, вроде бы, очевидная вещь, что то, что люди тут, так называемый «золотой миллиард», привык называть себя «весь мир», это на самом деле не весь мир. Это на самом деле самоназвание вот этого вот условного «золотого миллиарда». Даже меньше, чем миллиард, на самом деле. А мы сейчас очень активно развиваемся в арабском мире, в Латинской Америке, в Азии и в Африке. И все равно потихоньку нас все равно смотрят в Европе. Хотя им это очень мешает сделать. Почему-то один единственный канал против там нескольких десятков почему-то очень их пугает. Ну что ж, значит, видимо, хорошо работаем. Спасибо. Еще вопрос? Короткий можно, да? От друга, да? Нет, тоже мой. Есть ли у вас журналисты, корреспонденты, которые ушли из-за политических взглядов с начала специальной военной операции? Сколько их? Сколько не могу сказать, да. Не столько из-за политических взглядов, сколько от испуга просто. Потому что у нас были британцы, которые прекрасно с нами работали, но просто британское правительство издало такой невиданный совершенно с точки зрения, опять-таки правовой точки зрения указ о том, что нельзя получать деньги. Нельзя, там такая формулировка, почище, почище, highly likely. Любым, в общем-то, можно при желании сказать, что они нам оказывают поддержку, вот просто чем угодно. Ну, люди просто перепугались. На счет политических взглядов, мне ни один человек не говорит, там люди есть, которых я знаю по 15 лет. Все, что мне говорили в частных беседах, ну, извините, ну, вот, у меня сейчас-то, у меня родители дома, я не знаю, что, я в страну свою потом не въеду. Ну, вот, ну, что ж, все понятно, ну, есть ли такая страна. А в их сторону были введены какие-то санкции, может быть, Великобритании или наоборот России вообще? Против кого? В сторону вот этих ушедших корреспондентов были введены какие-то санкции Великобритании или России вообще, может быть, самая? Проще говоря, у вас много таких, вот вы под санкциями? Нет, я имею в виду иностранцев, которые вот ушли из группы. Нет, там был закон принят, в соответствии с которым нельзя получать деньги и нельзя никаким способом, там такая максимально абсолютно юридически какая-то ничтожная, на мой взгляд, формулировка, опять-таки, вот, тема для юридического, для исследования студентам гюрфака, о том, что настолько расплывчатая, что под нее можно подтянуть все, что угодно. Это я понимаю, ну, а по факту, как случилось? Вот ушли эти корреспонденты, они сейчас устроились на другие каналы? На их место пришли другие. А с этими что стало? Они уехали в Британию. Вы прям как разведка работаете. Почему нет? Это вполне нормальный вопрос. Они уехали в Британию, они сказали, что, извините, мы не понимаем, наше правительство ввело вот такой законодательный акт, по которому любому из нас могут думать все, что угодно. Мы боимся. Ну, ну что ж, понятно. Спасибо. 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 А если завтра они, кстати, вот продолжив тогда вопрос, а если завтра они вернутся и скажут, мы хотим снова с вами работать, вы их примете или скажете нет? Я не вижу причин, почему нет. Опять-таки, тут это редакционное решение, его окончательно будет принимать Маргарита, это ее компетенция. С моей точки зрения, ну, никто не обязывает человека быть героем. Там никаких подлостей люди не делали, как бы гадости в интервью не говорили. Я не вижу причин. Но другой вопрос, понадобятся они нам или нет? Потому что их места, в общем-то, уже заняты. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Карина, я обучаюсь в направлении журналистика. И у меня такой вопрос. Вы говорили о необходимости читать неприятные новости из разных источников для того, чтобы иметь полноценное и обширное мнение по поводу ситуации происходящей. И сейчас в России практически все новостные каналы, вещающие альтернативную от государственной точку зрения, которые высказывают оппозиционную точку зрения, они блокируются, а на журналистов заводятся уголовные дела. И мне интересно, как сейчас вести журналистскую деятельность, если ты имеешь оппозиционные взгляды и если тебе хочется вещать не на государственных площадках. Ну вообще-то я вот эту встречу, я все-таки ее рассчитывал на людей, которые скорее воспринимают информацию. Все-таки у нас про журналистские профессиональные вещи будет потом еще одна встреча, мы какие-то профессиональные вещи там тогда обсудим. Но вообще ограничения при любой совершенно нестандартной ситуации возникают всегда. Это можно, мы посылаем людей, и любое СМИ посылает людей, например, на какую-то демонстрацию, и их в соответствующем образом инструктируют, что вот тут вот, или там, не дай бог, теракт, и соответственно, как во время Норд-Оста. Возможно, не все, ну понятно, для вас Норд-Ост вы, наверное, слышали, но это что-то такое очень далекое, ну а для меня это опять-таки часть моей биографии, часть моей жизни. И там были большие такие борцы за свободу, которые начали объяснять, что нам нельзя нас ограничивать. И они начали в прямой эфир рассказывать подробности о том, что делает штурмовая группа, которая готовится захватить. И в результате было просто убито много людей. Поэтому можно, конечно, говорить, вот нет, у нас свободы, мы все что угодно должны. Но когда ситуация нестандартная, то я вот так, хотя понятно, что я всегда, в любом случае жизни, мне всегда первая реакция, это все-таки, я всегда на стороне журналиста в целом, любого. Опять-таки, не только потому, что я работал на том же самом эхе Москвы, и, в общем, многих людей, которые там сейчас, например, остались там без работы, я их знаю лично, независимо от наших взаимоотношений. Ну, это профессиональный вопрос, который вот не решается вот таким вот простым щелчком. Вот с точки, я вот в этой аудитории все-таки хочу больше говорить о восприятии информации. Возможности для того, чтобы найти разную информацию, точно есть. Это то, что я делаю каждый день. Я не предлагаю всем заниматься так, как я. Я там читаю каждый день, ну, как минимум 10, иногда там 15 источников. И, например, вот эту историю, например, про сирийский корабль я нашел, по-моему, то ли на ТРТ, то ли на радио Пакистан, я не помню. Но она действительно, ее абсолютно замалчивало, подавляющее большинство СМИ в мире. Это можно. Я совершенно уверен, что найти. Просто это не должен быть один источник. Если уж говорить об альтернативных источниках, то моя очень добрая знакомая, со взглядами сильно отличающимися от моими, но вот, тем не менее, мы очень давно знакомы. И вот как-то вот я ей долго рассказывал про, допустим, про Скрипалей, и она там по-другому начала. Ну, вообще, да, действительно, что-то такое. Потом я ей рассказывал про Бучу и так далее. И в конце концов, она произнесла такое, зная, что вот мою эту теорию, что должно быть несколько источников. И она мне принесла такую фразу, слушай, а что бы такое другое почитать, кроме Медузы? Говорю, здрасте, не надо читать другое, надо читать что-то еще. Я не против того, что вы читаете Медузу. Просто вы, если вы хотите создавать свое мнение, найдите этих источников несколько. Если вам комфортно Медуза, прекрасно. Но для того, чтобы вы не были человеком, которым абсолютно манипулируют, найдите себе другой, еще и другой источник. Ну, вот так. Спасибо. Ну, и я, кстати, напомню, что у журналистов, действительно, и телевизионщиков будет еще отдельный профессиональный разговор. Сегодня в 14.14.30 в шоуруме «Милости просим». Давайте вопрос левому сектору. Здравствуйте, Ренат Хакеддинова, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, направление телевидения. Хочется задать такой вопрос, продолжая тоже предыдущего. Человек, который задавал про деятельность именно непосредственно за границей. Как журналистам РТ и вообще из России сейчас относятся в недружественных странах, как сами власти, коллеги журналисты и местные жители? Власти относятся в зависимости от страны. В каких-то странах мы как вещали, так и продолжаем еще. Нам и интервью дают, в том числе и первые лица. Как относятся в Европе, в Америке, я думаю, что все знают. Причем это началось не сейчас. У нас, например, мы нас, когда придумали в 2017 году, реанимировали закон об иноагентах. Это закон 1938 года, который к СМИ не использовался никогда. В результате запугали панель журналистов Капитолия. И нашего журналист, нашего ИГН, просто лишили аккредитации. И там пошел, надо сказать, что у нас работало довольно много очень авторитетных журналистов, ну начиная с Ларри Кинга. Это самый, наверное, самый известный вообще журналист в истории информационного телевидения. Вот он у нас работал несколько лет, именно потому, что ему нравилась наша альтернативная повестка и то, как мы освещаем там ряд вещей. И когда нас лишили лицензии, то Эд Шульц, который у нас тоже тогда работал, бывший ведущий Prime Time с NBC, сказал, да ну это ерунда, сейчас я пойду, я там всех знаю. Эд Шульц пришел, поговорил, сказал, ну слушайте, что за ерунда, ему сказали, да, конечно, завтра присылайте письмо, мы вас всех аккредитуем. На следующий день письмо у нас не приняли, Эд звонит своему старому-старому другу, и тот экая-меккая говорит, ну ты знаешь, Дэйв, вот нам тут посоветовали. Говорит, что посоветовали? Вы же независимая панель журналистов Капитолия. Ну знаешь, Дэйв, нет, вот нам сейчас, вот так относятся, во Франции нас не пускают, в Елисейский дворец не пускали нашего корреспондента, когда мы там вещали. Естественно, причем никакое, нельзя сказать, что это какой-то симметричный ответ, потому что в России представители украинских всех СМИ, представители Розенберг из BBC сидит и еще получают у Маши Захаровой периодически там вторым-третьим вопрос, а остальные тянут руку и так далее. Ну а вот у них такая, извините, вот такое понятие о свободе слова. Тяжело, мы находим способы. И вот продолжая тогда этот вопрос, были ли какие-то случаи открытой агрессии непосредственно к журналистам, корреспондентам? Ну, во-первых, в зонах боевых действий, естественно, мы их стараемся очень беречь, у нас ни один человек не попадает в зону боевых действий, не пройдя курсы выживания. Ни один человек, корреспондент, оператор, продюсер, водитель, все люди обязательно проходят. Мы их всех снабжаем очень максимально, той максимально хорошей защитой, которая есть. У нас сейчас и бронеавтомобили появились, но, конечно, они попадают под обстрел. Но тут есть вот еще одно видео, но я уж не буду вас грузить, когда у нас сейчас операторы чудом спошли, там рука одна торчала из завалов. Это когда в гостинице ударили, там, где убили Марачко, а под ними, ровно под ними жили Мурат Газдиев и оператор. Их завалило обломками. Что касается так на улице, то скорее наоборот. Во Франции одна из причин того, почему на нас так взвился Бенджамин Гриво, руководитель пресс-службы президента Макрона, заключалось в том, что когда начались совершенно ужасные вещи, идет, представляете себе, толпа желтых жилетов, демонстрация желтых жилетов, к ним идет представитель ТФ-1, государственного канала, а они начинают орать. Вы лжецы, мы будем разговаривать только с Арти. Ну какому же государственному каналу это понравится? Какому же правительству это будет радостно? Поэтому, конечно, вот, нет, у нас как раз в массе, у нас как раз, ну если не брать, понятно, что всегда есть фанатики, но в этом смысле фанатик, он отвратителен, вот за кого бы он ни был, фанатик, это фанатик, к нему так и надо относиться. А в массе наоборот, нас именно, я бы сказал, что нас в массе любят именно за то, что люди понимают, те, кому интересны новости, что мы рассказываем другие новости. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Мария, я студентка третьего курса востоковедения и африканистики. Спасибо вам, Алексей Леонидович, за такую интересную, важную в современных условиях лекцию. Мой вопрос следующий. Сейчас условия, которые существуют в современном информационном пространстве, называются мировым сообществом информационной войной. И мировое, в том числе западное сообщество, считает вас одним из участников этой войны. Например, то извечение о санкциях, о которых вы нам рассказывали, одно из подтверждений. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с этой позицией? Признаете ли себя одним из участников этой войны? И если да, то какие цели и задачи вы видите? Спасибо. Если люди определяют информационное, то, что есть информационное противоборство, это совершенно очевидно. Оно основано вот на том, о чем я вам довольно много сегодня рассказывал. Что есть доминирующий мейнстрим, задача мейнстрима и задача правительств в том, чтобы именно эту новость и никакие другие воспринимались. А другие, чтобы не слышали, чтобы люди не сомневались. То есть, естественно, что, поскольку мы рассказываем совершенно другие новости, ну вот я надеюсь, что, может быть, вот из этой аудитории хотя бы 2-3 человека задумались. В следующий раз, когда им начнут рассказывать, что русские отравили скрипалей, они как минимум скажут, ну вот там не все так просто. Когда речь идет об аудитории в сотне миллионов человек, то это уже, этот процент начинает создавать определенное количество людей, которых совершенно не нравится. Поэтому в этом смысле это информационное противостояние. Мы это не называли войной никогда. А то, что это некоторые люди, желания людей, своих граждан получать другую информацию, воспринимаются как враждебный акт. То, что своих граждан хотят огородить в странах, которые веками рассказывают про то, какая у них абсолютная демократия. Вдруг оказывается, что один единственный канал против десятка имеющих чистоту, имеющих традиции, поддерживающих друг друга, один единственный канал представляет из себя такую страшную опасность, и они это объявляют войной. Ну что ж, наверное, им виднее. Мы это не воспринимаем как войну. Я не воспринимаю это как войну. Спасибо. Спасибо. Вообще вопрос-то хороший, потому что дискуссия в обществе идет, и она как бы адресуется медийщикам. Не проигрывали ли мы информационное противостояние? То есть к вопросу, кто первый моргнет, да? То есть все-таки выигрываем, все-таки слышат нас там? Или не очень? Ну, наверное, слышат, наверное, конечно, хотелось бы, чтобы слышали больше. Это я не то, что оправдываюсь, но просто методы, которые против нас используют, они иногда не очень чистые, иногда просто противоречат закону. Просто откровенно незаконны. То есть люди сначала объясняют, что надо жить по закону, потом говорят, ну, вообще мы живем по закону, но когда речь идет о серьезных интересах, ну, хрен с ним, с законом. По-моему, хорошее определение, да, про закон. Я хочу, все так задумались, да, неологизм услышали. Значит, если есть еще кто-то в зале, желающий задать вопрос, у нас время выходит, поэтому милости просим к микрофону. Сейчас ваша очередь, и кто-то один еще может получить это заветное право, вписавшись в наше ограниченное время. Пожалуйста, вам вопрос. Здравствуйте, меня зовут Дарина, я учусь на первом курсе «Направление медиакоммуникаций». Существует мнение, что пока меня это не касается, новость какая-то или то, что происходит в мире, этого будто бы нет. Вами была озвучена мысль, нужно заставлять себя слушать неприятные новости. Вчера у меня был разговор с подругой, где я пожаловалась ей на то, что мое психологическое состояние оставляет желать лучшего, потому что ежедневно я читаю не совсем радостные для меня новости. действительно ли вы считаете, что каждому из нас в наше время действительно стоит заставлять себя читать неприятные новости, учитывая то, что ежедневно происходит в мире? Во-первых, я слово «неприятное» имел в виду в более широком контексте. Это не только касается того, что происходит вот здесь, сейчас, в рамках, допустим, той же самой СВО. Это касается вообще взглядов. Есть человек, который искренне считает, например, что его нация выше других. Его переубедить невозможно. Если этот человек, тем не менее, понимаю, тут какие-то вещи закладываются на очень глубоком уровне. В детстве, с какими-то первыми книгами. Но я, тем не менее, уверен в то, что если человек себя считает выделяющимся, давайте скажем так, из толпы, не употребляя какие-то более сильные слова. Ну да, я думаю, что это так. А вот нужно ли это? А вот это индивидуальное решение каждого. Я как раз наоборот говорю о том, что для огромного количества людей нахождение в эхо-камере, в зоне суперкомфорта, это естественное состояние. Но зачем? Я не знаю, как это у журналистов может получиться. Но, например, условно говоря, вы будете пиарщиком. Если вот считать, что вы по своей выборной специальности будете развиваться, вы будете пиарщиком, например, будете строить пиар-компанию некой корпорации. Вы можете совершенно замкнуться от внешнего мира и до тех пор, пока он вас почему-то не достанет, может, он вас всю жизнь не будет доставать, он вас не будет волновать. Это индивидуальный выбор каждого. Так же, как и понимание того, что мы живем в эпоху революции, я вот опять хочу к этому вернуться, потому что это, наверное, самое главное, потому что это то, что очень трудно понять. Ну как, всегда же было так, всегда же лед доставляли, нет, прилетел черный лебедь, возникла новая реальность, и нам в этой реальности жить и развиваться, и вполне возможно, что произойдет что-то, ничего мы вовсе не ожидаем. Но мне кажется, что такой революции вот в обозримом будущем уже не будет, потому что это какой-то колоссальный переворот. Это как изобретение алфавита. Извините. Спасибо. У меня есть еще два вопроса, но чтобы не быть наглой, я скажу, что они от моих друзей. Можно их объединить в один? Добрый вопрос про котиков? Нет, они добрые, добрые, все хорошо. Нет, пусть будут злые. Первый вопрос. Вы сейчас как раз упомянули черного лебедя, нововведения какие-то, которые меняют человеческое мировоззрение, понимание, образ жизни, время от времени, появляющиеся в нашей жизни. Хотелось бы спросить, почему вы назвали это именно революцией, а не сменой парадигмы? Ну, это вопрос терминологический. Я вообще не академик, я практик. Точно так же, как мы говорим о штампах, можно говорить о фреймах, модное слово, а можно говорить о стереотипах по Липману. Мне кажется, что ты как ни назови, мне это все равно абсолютно. На мой взгляд, слово революция подчеркивает то, что тут действительно происходит переворот, какого не было очень давно. Появилась абсолютно новая реальность. Мне кажется, что слово революция здесь уместно. Но если вам нравится слово «парадигма», произносите его чаще, оно придает вам вес. Нет, просто я хотела об этом узнать. Нет ли какого-то отдельного придания смысла этому слову? Но если нет, это не имеет значения. Я вам сказал то, как я это чувствую. И следующий вопрос. У вас существует мнение, что журналистика разных стран добавляет пропаганду в вещание политическую. Как вы считаете, действительно ли это так? И имеет ли это какое-то влияние на конечного потребителя информации? Влияет ли это на накаление ситуации между стран? Ну, конечно, конечно. Слово «пропаганда», мне кажется, немножко вводит в заблуждение, потому что это слово, которое очень активно используют в качестве такого демагогического приема. Вы не журналистика, вы пропаганда. Это, на мой взгляд, нужно или объяснять, или это выглядит демагогией. Поэтому мне просто слово «пропаганда»… Ну, ничего страшного, нет. Пропаганда здорового образа жизни. Это нормально? Да, то-то можно. А вообще выйдем от журналистика, а пропаганда? Ну, у меня просто само по себе слово немножко кажется некорректным. Влияет на людей? Ну, а как же? Вот, собственно, мы об этом последние полтора часа и говорим. О том, что, конечно, влияет. Еще как. Ну, то есть, не путает ли это конечного потребителя? Вот ситуация на самом деле выглядит иначе, но конечному потребителю разные страны преподносят ее совершенно по-другому. И разные страны, и конкретные страты, конкретные слои в конкретной стране. Если вы посмотрите на то, как, допустим, вся мировая политика и американская политика выглядят глазами абсолютного пропагандистского рупора, если условить слово, демократической партии CNN или MSNBC, и как та же самая ситуация выглядит глазами Такера Карлсона, например, на Фоксе. Это две абсолютно разные страны. Это вот одна страна, но ощущение такое, что это две какие-то абсолютно разные страны. Вот подряд просто почитайте заметку с сегодняшнего MSNBC и с сегодняшнего Фокса. Это ощущение такое, что это вы просто про две разные страны читаете. Ну, конечно, а как же? Это то, что вообще в принципе, то, что все эти разговоры о том, что мы рассказываем новости, вот это вот, по-моему, Sky, это where report you decide, конечно, это все нифига не работает. Именно поэтому я говорю, что невозможно, если вы хотите получить для себя хотя бы минимально какую-то объемную картину, очень трудно пользоваться одним источником. Хотя я искренне верю, что если вы читаете на русском, что RT на русском, например, Telegram канал или RT.com на русском, это правда один из самых объективных, сбалансированных и, по крайней мере, точных источников. По крайней мере, мы дезинформацию туда не допускаем. Если иногда изредка ошибаемся, то всегда поправляемся. Но в целом, конечно, должны быть разные истории. Именно для этого, именно для того, чтобы вы могли на проблему посмотреть с разных сторон. Спасибо большое. Спасибо. У вас получилось три с половиной вопроса. Зато хорошие. Хорошие. И теперь завершающий вопрос. Аплодисменты от зала тому, кто вышел. Добрый день. Меня зовут Шакирова Эльвина. Я студентка первого курса. Для начала хотела бы поблагодарить за лекцию. И мой вопрос будет связан с недавней речью Владимира Владимировича. Хочу процитировать. Поэтому политикам в той же Европе приходится убеждать своих граждан меньше есть, реже мыться, а дома потеплее одеваться. А те, кто начинает задавать справедливые вопросы, собственно говоря, почему так, немедленно объявляют врагами, экстремистами и радикалами. И у меня вопрос. Но ведь и у нас, в нашей стране, людей, которые задаются вопросами, почему люди умирают, почему мобилизация, и в принципе такие справедливые вопросы, также объявляют экстремистами и какие-то санкции вводятся. А пример вы не можете примерить? Потому что я знаю, что Маргарита Симоньяна одна из тех, кто предъявляет эти вопросы регулярно, скажем, по мобилизации, по недостаткам, по проблемам, которые там существуют. Я говорю, в принципе, про людей, которые выражаются против спецоперации на Украине. У меня вопрос. Не кажется ли вам, что это просто взаимное перекидывание обвинениями, в основе которых... Я, честно говоря, не до конца понимаю вопрос, что мне кажется ли мне... Я же все-таки пытаюсь рассказать, что это не мой творческий вечер. Если бы я заслужил творческого вечера, написал бы что-нибудь хорошее. Ну вот тогда бы понятно. А что нам расскажет писатель, что он думает про... Хотя тоже обычно вопросы бессмысленные. А то я просто, честно говоря, не понимаю смысла вопроса. Я вам могу что-то про профессию рассказать? Хорошо, давайте попробуем объяснить еще раз. Людей, которые в Европе высказываются за Россию, так скажем, за эту спецоперацию, объявляют экстремистами и террористами. Когда как в России... Ну вы хотите, чтобы я прокомментировал слова Путина? Нет. Это к Пескову. Нет, я хочу, чтобы вы услышали ваше мнение. Хорошо, вы послали туда. Ваше мнение, насколько объективны, в принципе, те новости, которые мы сейчас видим? Там? Или здесь? Здесь? Новости. Надо себе выбрать источник, который входит в ваше число Данбера. Надо не верить тем источникам, которые говорят неправду. Вот есть разница между тенденциозными новостями, которые вы считаете, они всегда будут тенденциозными. И новостями, которые источникам, где есть неправда. Вот для меня, например, CNN перестал существовать как источник. Просто потому, что они регулярно занимаются прям совсем враньем. Увы. Ну, вот это так. Но при этом я вполне могу читать, например, Франс Ван Каттер. Потому что, который идеологически очень от меня отличается. Но они, даже при том, что их очень сильно подставил Макрон, заявив, что они же все объясняют, что они абсолютно независимы. И тут Макрон сказал, наши ТФ-1 и Франс-24 должны больше поддерживать французское правительство. И они схватились. То есть, как мы всем объясняем, что мы независимы, а то вдруг нами оказывается руководительство. Но нужно себе выбрать те источники, которые, даже если они вам не нравятся, которые вы не ловили на неправде, которые рассказывают вам одну сторону правды. И это всегда будет одна или как минимум полторы стороны правды. И никогда вся правда. Я же вам специально привел пример того действительно страшного происшествия, про которое вы не прочли нигде. Но вас оно не волнует. А я вот перебираю много источников для того, чтобы понимать, что вообще происходит в мире. Вы за последний год где убивали тысячи людей? Можете мне сказать? Массово. Массово, да. Тысячи. Массово, да. В Тыграе, на границе Эфиопии и Эритреи. А еще в Сахеле, в центре Африки. Тысячи людей. Вы про это вообще не читали. Но вам это не интересно. Мне это интересно, поэтому я себе нахожу источники, которые мне про мир рассказывают с разных сторон. Может ли источник рассказывать, может ли СМИ рассказывать абсолютно нейтральные новости? Нет. Это невозможно. Это физически невозможно. Давайте я вам расскажу страшный секрет. Главная новость, которая в бюллетене, это новость, которая идет первой. Сколько первых новостей может быть в выпуске новостей? Одна. Значит, вы выбираете ту новость, которую считаете главной, и вы своей аудитории внушаете, что вот это самое главное, что происходит в мире. Если на MSNBC первая новость – это выступление Байдена, то аудитория MSNBC, если она такая запрограммированная и другого источника, она живет в ощущении, что главное, что происходит в мире – это где исторические новости? Старичок Байден попытался пожать руку несуществующего человека. И, кстати, в репортаже MSNBC этого кадра не будет. Они вырезают эти кадры. А если вам интересно, а может быть, старичок Байден делает все-таки что-то не совсем то, тогда вы еще включаете Фокс или читаете, и выясняете, что окажется, старичок Байден оговаривается, оступается, жмет руки несуществующим людям и ищет сенатора Загорска, который умер. «Где ты?» А она умерла в августе, погибла. И это касается всего. И всех новостей никто не может вам рассказать. Опять, это часть того, ну я немножко… Это не главное было, но это часть того, что я вам пытался как раз объяснить. Новостной бюллетень – сколько это новостей? Шесть? Семь? Ну, восемь. Они никогда не расскажут нам все новости. Что определяет ценность новости? Человеческая жизнь? Да нет, вот я вам продемонстрировал. Вот вы не знаете о том, что 77 человек погибли у побережья Сирии. Ну, хорошо, это было неделю назад. А позавчера, сегодня что, вторник? А в пятницу, где погибло больше 70 человек? Вы тоже не знаете. Это было в Нигерии, где тоже перевернулась лодка. Эти люди менее ценны, чем те 10 человек, которых расстрелял некий исламский фанатик в редакции Шарли Эбдо. Они менее ценны, эти жизни. Но нет, вы этого не можете сказать. Вы кусаете губы. Однако весь мир, вот этот западный мир, неделю обсасывал историю Шарли Эбдо. Все ходили с демонстрациями, 100 тысяч человек по Парижу. Я Шарли Эбдо. И ни один человек не заметил гибель, вот три дня назад, гибель 70 человек в Нигерии. Или 300 человек, которые погибают в наводнении в Китае. А что они там, китайцы? Значит, если вам это не интересно, вы читайте спокойно свое MSNBC или любой другой. Это ваш выбор. Но не требуйте, не ставьте себе задачу найти источник, неважно, проправительственный, антиправительственный, который рассказывает все новости и который рассказывает новости объективно. Их не бывает. Это обман или самообман. Человек, который вам выйдет вот сюда и скажет, я главный редактор или генеральный директор такого-то СМИ. Мы рассказываем все новости и мы это делаем абсолютно объективно. Этот человек вам врет. Не слушайте его. Спасибо. Благодарю. И чтобы уж как-то на такой печальной ноте не завершать, про вранье, про дезинформацию, что-то доброе. Как вам сегодня наша встреча? Как наш зал? Я имею в виду люди. Спасибо большое. Правда, для меня это большая ответственность, потому что меня послал наш канал, оторвав, дав мне возможность какое-то время не подписывать договоры и так далее. У нас, правда, такое напряженное сейчас время. Но я, тем не менее, поехал, потому что я считаю, что надо общаться и надо рассказывать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.